сегодня я вам расскажу некоторые обобщение своих гипотез и теории относительно души меня много раз уже спрашивали и просили чтобы я это рассказал вот я сейчас и рассказываю начал я это все излагать в книге пылающий мост такая с красной обложкой некоторые из вас ее возможно читали и там я как раз впервые натолкнулся на такое интересное явление что в мире существуют живые души и мертвые души причем это не в той интерпретации в которой нам говорили еще в советское время в школах а в прямом смысле вот прям прямой из прямых контекстов дело вот в чем что он человек по моим пониманием по моему окончательному теперь уразумению как это все происходит состоит из времени то есть каждая структура человека она имеет временное такое ну как бы событийное состояние то есть реализацию когда она появляется на какой-то промежуток времени а потом исчезает как некая такая дуга как некое такое колечко ну примерно как в гироскопе когда гироскоп крутится его каждое его движение вращательное она временное то есть каждый момент времени он находится в каком-то другом состоянии а совокупно от всех этих моментов времени создается само вращение которое мы видим как проявление гироскопических свойств душа примерно то же самое и вот каждый элемент души это такое колечко которое является неким таким гироскопом и в этот гироскоп в это колечко духовная она электромагнитную природу имеет естественно и поэтому проявляют и магнитные электрические свойства а поскольку колечко имеет магнитные и электрические свойства то на него можно воздействовать и самое главное что на него в него, внутрь этого кольца, можно записывать информацию, как это происходит и сегодня в наших с вами компьютерах. Особенно в первых их моделях, сейчас, может быть, там сам алгоритм записи информации, он несколько изменился. Так вот, смысл как раз состоит в том, что человек состоит из временных таких квантов, назовем их квантами, колечками, как хотите, каких-то вот корпускул, моментов, мгновений, ну, самое главное, что из времени. И это начало происходить, создавание человека, или, как я называю это, распечатка человека, это начало происходить после того, как человек осознал, что такое время. Возможно, само осознание было включено каким-то внешним, высшим разумом, который включил и как бы потекло все это время. По крайней мере, Библия говорит так, а альтернативного знания о включении этого процесса у нас просто нет. Поэтому будем считать, что примерно где-то так, и это вполне научный подход. И самое интересное, что как только включили наше с вами время, и мы стали понимать, что мы вот ожили, а что такое жизнь, это последовательность наших с вами каких-то состояний. То есть, вот знаете, когда показывали на уголке общей тетради, нарисованной несколько последовательных образов, и проводили так большим пальцем, перещелкивали их, то они как бы оживали. Вот так же существует и человек. То есть, в каждый момент времени идет считывание состояния об этом человеке, о всех его системах, и на основании этого строится новая картина человека для нового момента времени. На протяжении всего времени идет выстраивание условных 24 кадров в секунду об этом человеке. Ну, конечно, там частота больше, компьютер все-таки мощнее, и мы с вами, получается, живем как живые существа. Так вот, самое интересное, что после запуска времени, а это, еще раз скажу, 1531 год, начало материализации нашего времени, нашего мира, это состоялось включение вот этих всех временных генераторов. И временные генераторы, они работают таким образом, что формируют два потока, ну, так скажем, тел. Первое тело – это материальное, в котором мы с вами реализованы, и в котором мы с вами вступаем в материальные взаимодействия. А второе тело – это тело духовное, как его называют душа. И вот душа является тем самым алгоритмом, который по мере его прочтения в течение времени, по тактовой частоте, которая лежит в основе наших с вами временных процессов, эти прочтения и создают нашу с вами реальность. То есть они буквально оживляют нашу материю. Поэтому все XIX века куклы, которые делали тогда наподобие живого человека, они тоже всегда были снабжены временным механизмом. Его заводили специальным ключом, и этот железный человечек, робот, он оживал и действовал, совершал какие-то движения, аналогично человеку, который живой. Так вот, с 1531 года, когда пошли календари, и когда пошло понимание времени, люди стали рождаться с живой душой. Это стали формироваться живые люди с живой душой. То есть время пошло реальное, или, как говорят математики, натуральное, то есть природное. Это были реальные, природные временные изменения, которые и достались каждому человеку, который родился после 1531 года. Потом, в XIX веке, уже было создано христианство, как религия и как мировоззрение. И для того, чтобы себя удревнить, чтобы вбить в башку своим верующим, что все это было давно, что это все были времена шумеров и тому подобное, христианство отнесло дату своего формирования, своего рождения в 5508 год до нашей эры, прибавив в себе ровно 7000 лет. Кстати, эта дата зафиксирована, вот 7000 лет как отрез, она зафиксирована на колокольне Ивана Великого в московском Кремле, обозначена буквочкой R и буквочкой I, что вместе говорит о том, что это 108 год, после как раз вот этих 7000 отрезанных, точнее добавленных. На сегодняшний перевод 108 год – это 1600 год, ну а там, считайте сами, когда вся эта математика началась. То есть это где-то конец 15-го, начало 16-го веков. Так вот, вот этот вымышленный, прибавленный кусок лет, 7000 лет, он отразился также на работе нашего компьютера, временного компьютера, который сформировал и стал поддерживать нашу с вами жизнь, он отразился непосредственным путем. То есть так же, как при современных голосованиях на выборах, так же, как на каких-то других местах, когда людей нет, но галочки от них появляются. Я сам проходил в 90-е годы, когда на меня подал в суд, в арбитражный суд, мертвый человек, которого не существовало уже к тому моменту 5 лет. И он подписывал якобы свои документы от своего имени, и суд их принимал. То есть я это все, как говорится, на себе попробовал, испытал. То есть то, что человека не было, то, что был он убит в 95-м году, никаких судей, никаких адвокатов, никаких полицейских, никого вообще не волновало. Они брали от него спокойно, от его представителей, документы и плевали на все эти факты, что он уже не существует. Для них он был как живой. И вот такая ситуация сложилась и с этими семью тысячами лет. Машина, компьютер, который начал нас распечатывать тогда, в то время, вот для того, чтобы мы пришли к этой жизни, он стал забирать в 19-м веке и те данные о тех душах, которые придумали христиане. Они ведь написали целые книги о том, что якобы были какие-то летвисти, там были какие-то Иваны, Петры, Сидоры, которые тоже якобы жили, и все такое прочее, 5-е, 10-е. На самом деле их не было, но компьютер стал по записанному алгоритму выпускать таких же вот людей в памяти и выделять им души. И поэтому с этого времени, с 19-го века стали плодиться исторические личности с мертвыми душами. Души были мертвыми, их никогда не существовало, этих душ. Они как бы стали умершими, мнимыми. То есть их компьютер сам посчитал, что они умерли, и душа у них теперь мертвая. И самое главное, посмотрите каждую статистику каждого города и нашего европейского, и восточного именно с 19-го века началось бурное возрастание численности всевозможных городов. А сейчас, когда все это устаканилось, когда все это было распечатано и прошлое, и будущее, и когда сейчас распечатывается только настоящее, то есть вот реальные люди, которые рождаются, они и распечатываются, то все эти процессы, статистики, они успокоились и даже идут на спад. Сколько бы ни рожали сегодня женщины, все равно идет на спад, на спад, на спад. Та демография, которая была прежде, она была сформирована вовсе небольшой рождаемостью, а именно компьютерными методами, которые и привели к тому, что по написанным программам исторических книг стали возникать мертвые люди, исторические, с мертвыми, умершими душами. Это вот как раз был и остается итог моих первых пониманий, которые я изложил в книге «Пылающий мост». А когда я стал работать над книгой «Золотой венец», я обнаружил еще некоторое разнообразие душ. Выяснился интересная штука, что существует среди мертвых, живых душ, еще и такие, которые называются зеркальными душами. Причем отзеркаливания идет по звезде пятиконечной, и я обнаружил четвертый порядок зеркаливания, до четвертого порядка зеркаливания. Объясню, когда я написал уже эту книгу «Золотой венец», я в ней применил, во-первых, ту самую историческую реальность, которая была описана в XVIII веке. Книга, которая мне послужила прообразом для этих описаний, она была изнана в 1780 году. В 1780. И я, ее переработав, уже пустил свое дело, и те исторические факты, которые были в ней запечатаны в той старой книге, я их потом нанес на географическую карту, и получилась очень интересная штука. Район Новгорода, это верхняя оконечность пятиконечной звезды, такой географической, там все события, все люди только живые, обладатели живых первоначальных душ, которые как раз вот к тому началу XV-XVI века и относятся. Дальше, мертвые, которые стали образовываться, это как раз та самая яга, мертвая появилась, она в своем гробу была отправлена туда, в Померанию, на запад, в сторону Польши и Германии. И вот в Германии возникло первое отражение, там все топонимы есть, и это было как раз первое отражение, то есть там появились люди с мертвыми душами, но люди, которые существовали как отражение некогда живых, то есть вот люди начали умирать, получали уже к этому моменту мертвую душу, что такое мертвая душа, я попозже скажу, и становились мертвыми людьми, которые реально жили, у которых была реально живая душа, но теперь она стала мертвой, они стали мертвыми, а потом от этих уже людей еще на третий зубец пятиконечной звезды начали отражаться люди, которые получили реальную зеркальную душу, зеркальную мертвую душу, это сегодня Греция, Болгария и так называемые славянские народы этих территорий, потом от них еще отразилось один раз на четвертую ногу уже пятиконечной звезды, это кавказские народы, тоже получившие себе вот эту некогда живую, но теперь уже мертвую отраженную душу, отраженную третий раз, даже четвертый раз, и наконец регионы Казани, куда было отражение последнее сделано, и там получился последний итог этих отражений, на пятую ногу этой всей звезды отражения, там появилась опять такая же цивилизация, как и на прежних четырех ногах, самое интересное это то, что во всех отраженных цивилизациях вся история одинаковая, все народы одни и те же, все описания одни и те же, все события одни и те же, ну, например, просто для примера, у нас есть на пятой последней ноге государство Булгар, это Казань, у нас есть на четвертой ноге Булгария, Кавказская Булгария, у нас есть на третьей ноге, это Болгария современная, и вот они вам, пожалуйста, такие параллели, и причем они все, 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 все известны, самый главный для нас сейчас просто момент, чтобы мы зафиксировали вот это движение по пятиконечной звезде, и так у нас получилось несколько душ, у нас получилось, у нас есть теперь живые души, это человек живой, у которого живая душа, есть мертвые души, это человек, который был некогда живым и имел живую душу, но теперь он умер, и его душа стала мертвой, что такое мертвая душа, поясняю, это алгоритм, который перестал работать, ну, например, взяли, как ленту в магнитофоне, взяли, разрезали на куски, и вот теперь она больше не воспроизводит того голоса, который был записан на ней, и воспроизвести она его уже никогда не сможет, поэтому нам всем было бы приятно, что наша душа как бы в новом теле где-то там воскрешалась, но по всей видимости это невозможно, потому что по моей глубокой уверенности механизм, совокупный механизм всевозможных вот этих физических характеристик человека, из чего состоит человек, он и является тем материалом, куда записана душа, и если тело пропадает, исчезает, переваривается, споедается, то никакой души не остается. Кстати, по этой причине до сих пор сохраняют тело Ленина, потому что пока оно остается, душа, которая была записана на нем, на его структуре, она сохраняется. Теоретически мы можем его оживить, и скорее всего это произойдет примерно по тому же алгоритму, как это было сделано в пятом элементе с той самой лилу, которую восстановили по одной ее руке. Ну и последний вид душ, о которых я вам рассказал, это зеркальные души. Так вот, дело в том, что сейчас я как раз работаю над книгой о душах, и пришел к интересному моменту, что в Декартовой системе координат, в которой мы сегодня с вами живем, то есть четыре стороны света, есть одна живая душа, которая на севере, то есть в Гипербореи, на Руси, и есть три души, которые являются другими. Одна, которая западная, это мертвая душа, а южная и восточная это души, которые являются отражениями мертвой души. Поэтому такое различие в людях, которые живут на севере, востоке и юге. Севером называется наша территория. Не северный польс, а именно вот наша территория. Гипербореи, то есть это московские, тульские и чуть выше земли. Так вот, еще интересно то, что есть еще одни сущности, у которых души в принципе нет. Это в прямом смысле сущности, у которых душа как бы кончилась. Они ею питали какие-то другие механизмы, там разные по-разному, это отдельный целый большой разговор, и в результате они выродились в такие существа, у которых есть набор каких-то функциональных действий, записанных в какой-то знаете, вот такой неприкасаемой капсуле, которая позволяет им функционировать в виде живого человека. Есть тело, но души развитой, как вот например у нас с вами, ее нет, потому что она истратилась, как знаете, мелом по классной доске. Ведешь, и мел постепенно, постепенно стирается, и в какой-то момент он стирается до такого кусочка, который у вас может только находиться в руках. Вот этот кусочек и есть тот остаток, рудимент души у тех людей, про которых я говорю, и по всей видимости, по крайней мере, после консультации с товарищами, которые видят, мы пришли к выводу, что такими людьми являются жители африканского континента. Они образовались совершенно недавно. Ученые, как я вам говорил, ученые-антропологи считают, что это не раньше восьмого тысячелетия до нашей эры, по историческому свидетельствам они появились в конце девятнадцатого века. Вы это можете сами узнать, и раньше их не было, даже остатков от них не существует. И вот они такие особенные, как бы люди, да, люди, но с остатками души, поэтому у них, кстати, и вид такой интересный, потому что отсутствие некоторых алгоритмов, которые поддерживают, допустим, внешний вид. Ну, вы замечали, например, что если человек более просвещенный, более духовный, он и выглядит как-то посимпатичнее. Вот примерно из этих соображений, как духовность только стерлась об классную доску, так он и выглядит, стал ближе к коренным обитателям джунглей. Так вот, самое интересное, что душа это функция времени, и вот в данный момент я вам и так все это впервые сказал, потому что этого никто еще не говорил. И самое интересное, что в Декартовой системе есть четыре оси, и по каждой оси формируется своя эта душа. Она обозначается, грубо говоря, буквочкой И, мнимые единицы. если по оси Х реальная живая душа, по оси условно У уже это будет на И поворот, то есть, как бы такая мнимая душа, а потом еще будет И квадрат, это уже совершенно другая мертвая какая-то еще какая-то зеркальная душа, и, наконец, третий сектор, это будет совсем какая-то другая. И самое главное, что как понять, что они другие? Они друг на друга не дают никакой проекции, то есть, все эти вот эти перекрестия друг на друга дают нулевую проекцию. Нулевая проекция это отсутствие взаимопонимания на русский язык, если переводить. Так вот, в полярной системе координат, когда мы только развивались, она у нас была до Декартовых перестроек, в полярной системе координат проекциями такими независимыми осями, которые формируют эти проекции, являются все оси, которые направлены по радиусам, и таких их в нашей с вами счетовой системе в 360 градусов, в 360 таких проекций. Возможно. И все они друг друга не понимают. И каждая эта проекция присуща одному или другому народу. Поэтому такая идет к Атавасе. Чем больше народов в каких-то территориях образуется, чем больше они друг от друга расселены подальше, тем более раздельными душами они наделены с точки зрения времени. потому что все это круговой процесс, который подвластен только одному процессу времени. И вот этот процесс выстраивает души всех людей, и души из-за этого полностью расходятся между собой, и взаимопонимания никакого достигнута быть не может. Вот такая сложная система души. Я потом сделаю дополнительные еще фильмы о ней, как только посмотрю и увижу, что вы поняли всю эту систему, но я уверен, что вы ее поймете, потому что я еще раз повторю, у меня зрители очень умные, очень умные, даже, знаете, как говорится, радость берет за вас, вот для себя, что такой вот контингент, не просто там какой-то непонятно кто. Поэтому я двигаюсь в своих исследованиях, а вам докладываю результаты этих исследований. В книжках это более широко изложено, и читайте, слушайте фильмы. фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok